вот привет сегодня 20 января сейчас времени 21 час 7 минут я нахожусь в импровизированной студии у себя же на работе это уже вторая попытка записать видео со сравнением двух иммершинов двухчастного и одночастного первую попытку я предпринял наверное несколько дней назад и она провалилась по той причине что я попросту взял вот этот вот одночастник почти прозрачный и все тесты всю тряску я проводил с ним на фоне светлой стены в общем не было видно решительно ничего то есть там где-то кольца вот видно фотографиях на видео абсолютно непонятно что со спиннингом происходит как с ним происходит поэтому я просто взял затянул одну из стен темной фиговиной вот она такая помятая ну что поделать и сейчас я буду попробовать повторить свое сравнение так значит что у нас сегодня это и мершин x8 в бейт кастинге от 0 8 до 5 грамм двухчастный и и одночасные мершин x8 но в мясорубочной версии они различаются во первых по длине ну мало того что понятно с рукоятью до вот вот их отличие практически 10 сантиметров во первых во вторых они отличаются по толщине бланка здесь одна целая две десятых миллиметра здесь один миллиметр ровно ну и соответственно в комле голый бланк тоньше я сейчас не скажу насколько но он тоньше так в общем что у нас но пока качество исполнения многие уже посмотрев предыдущие обзоры они уже думаю более-менее составили себе мнение потому что вот эта фурнитура она я честно скажу я не знаю где китайцы берут но качество у нее прекрасное вот здесь во всех колечках там во всех пластиковые вставочки это видно нет кто-то спрашивал не будет ли вот это вот кольцо стальное царапать лапку катушки нет здесь пластик здесь тоже вставка там пластик вы можете быть абсолютно спокойны то есть за лапки катушек можно быть абсолютно спокойным честно сказать ну я так не трясусь над катушками ладно фурнитура здесь стоят кольца фудзи алканайт или алканит не знаю ну по правилам чтения наверное все таки алканайт количество колец на сто пятьдесят три сантиметра девять штук здесь в спиннинговой версии спиннинговой версии 7 колец на сто сорок два сантиметра ну и обычно в спиннинговых колец меньше тоже фудзи алканайт судя по той бирочки которая приложена к ним в комплекте так что там у нас еще по поводу стыка в принципе ну я не знаю заходит заходит плотно держится как бы как она будет в эксплуатации я не знаю надо пробовать я держу их тут таскаю и бедные спиннинги из одного угла угол и никак не могу выйти куда-нибудь на воду их проверить по поводу тряски бланков да допустим ну это уже было вот эти бланки я уже тряс на первом самом видео с этими этот бланк он более живой надо наверное вместе в руки взять вот я держу их примерно одинаково если если бланк двухчастного убилища стоит спокойно то бланк одночастника постоянно трясется с ним постоянно что-то происходит то есть вот двухчастник вот одночастник так теперь надо на них поставить катушки и помахать ими под нагрузкой катушками я их снарядил что я хочу показать я хочу показать сейчас как реагируют эти два удилища на один и тот же вес здесь сейчас 4 грамма вот пожалуйста разницу видно я думаю да так теперь переходим к забросам первый кандидат на полет до ближайшей стенки это вот такая приманка это мой самодельный локер весит он 2 грамма вот работа бланка с приманкой суть-то собственно стеклянных бланков в чем в том что они благодаря своему собственному весу они тоже гнулся не обязательно как на карбоновых бланка чтобы приманка загружала его прямо бланк сам себя нагружает он может сам себя загрузить не потом за счет этой самой загрузки выстрелить приманкой почему обычно приманки японцы так часто делают подматываются под самый-самый тюльпанчик чтобы она находилась на конце бланка не висела не болталась а для того чтобы удилища на забросе ее выстрелила так сейчас сейчас будем пробовать бросать 5 грамм это ларва не помню в каком она там размере но она весит 5 грамм то есть вот работа бланка с этой ларвой ну и конечно летит она уже совершенно иначе короче за забросы меня может сильно не ругаете я вроде как не претендую на лавры белобрысова вот это нечто да ладно короче оно получается я чувствую что я опять с забросами с этими зависну как в прошлый раз я в прошлый раз тупо залип на забросах вот захотел попасть туда где телефон почти попал да блин это в смысле это само происходит я особо даже в этом не участвую ладно это пора прекращать это были 5 грамм так следующее на очереди у нас забросы с небольшим перегрузом вот здесь 6 с половиной грамм здесь шесть с половиной грамм ну в принципе я бы не сказал что ему там прям что ему там плохо нет он вполне сносно реагирует на эти 6 с половиной грамм ну вот сколько я там метров на шесть я наверное его кидаю сейчас все вполне предсказуемо вполне что там куда летит ладно это были 6 с половиной грамм это у нас был двухчастник на нем калькутта конквест бфс сейчас поехали за одночастником начнем мы с тех же двух грамм ну сами понимаете что бросать два грамма мясорубкой и бросать два грамма мультом это как говорят две большие разницы да то есть нет сомнений нет никаких сомнений что эти два грамма полетят вот кстати чем мне дико не нравится мясорубки это тем что ты не можешь просто вот подмотать под самый верх приманку щелкнул щелкнуть тебе надо подгонять здесь чтобы японцы они короче как-то они как-то на забросах вот так вот плетню как-то держат пальца так на шпуле то есть тогда да тогда этот вопрос немножко решается но все равно тоже тут надо где тебе надо подверг под самый подтянуть вот так плюс еще придавить вот два грамма ну соответственно загружают они бланк совершенно иначе ну и бросать вообще проблем нет все понятно два грамма летят они не могут они просто не могут не лететь есть трехграммовая болванка которая которая у меня пополняет роль тренажера ну блин это даже не интересно очень тонкий шнур 3 грамма ну ясно она летит едем под верх теса 5 грамм не конечно ощущаются 5 грамм да бросает летит бросает летит но в этом никто и не сомневался я честно скажу ну в принципе ладно вот они вот они 5 грамм ну тоже как бы хоть это Хоть он более тонкий, этот спиннинг, но нет ощущения, что ему печально на 5 граммах. Перегруз. 6,5 грамм. Вот как это выглядит. Под нагрузкой бланка. Но заброс, в принципе, на месте. Сейчас я еще сделаю видео с нагрузкой этого бланка на 50 и на 100 грамм. 50 грамм. Поднимаем соточку. Вот соточка. Наверное, надо все-таки в этом видео тоже сделать, чтобы не пришлось искать и в другое видео лезть. Поэтому сейчас я на двухчастник тоже повешу 50 и 100. Чтобы это здесь тоже было. Это 50 грамм на двухчастнике. А это 100 грамм на двухчастнике. Честно сказать, в первый раз мне было страшновато соточку на него поднимать. Но после вот этого спиннинга мне это делать уже не так страшно. Китайцы гады не соврали. В описании вот к этому спиннингу, конкретно вот к этой темной рукоятке деревянной, говорится, что она тяжелая. То есть вся эта сборка весит 135 грамм. И при намокании она становится скользкой. И это правда. То есть вот чуть-чуть рука вспотела и все, он уже крутится в руке. Она выглядит, конечно, прекрасно, но пробковая будет держаться в руке гораздо лучше. Вроде как на этом можно сегодняшнее видео завершать. Все, что было запланировано, я наверное сказал. Сейчас только январь движется к концу. И мне еще февраль, март, апрель, еще три месяца мне ждать, чтобы хотя бы жидкая вода появилась. И где-то, если сильно повезет, то в начале мая можно будет попробовать где-то выбраться на речку и побросать. Может быть даже большеротов поймать. Я думаю, будет еще что-то в плане китайских палок. Потому что лично мне они интересны. Лично я не испытываю неприязни к китайским снастям, китайским спиннингам. И мне они интересны. Я при возможности буду их покупать. Буду что-то новое пробовать. И я думаю, что это будет, по возможности это будет то, чего нет на Алиэкспресс. Ну все. Я, в общем-то, сказал все, что хотел. Сегодня я опять залип на забросах. Ну уже не настолько, насколько в прошлый раз. Хотя, по факту, опять написал, наболтал на час времени. Что в прошлый раз, что сейчас. Я думаю, что третий раз переснимать я уже не хочу это. Ладно. Ну все. Давайте. До следующего раза. До следующего раза. Порядки. Теперь тут наводить. Как я сейчас все это буду собирать. До встречи. Попробуем. 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 Продолжение следует...